Здравствуйте! В эфире новости. В студии работает сама Цикенов, сурдоперевод Джандос Адилова. И сегодня в выпуске вы увидите. Стоимость картофеля будем снижать. Замокима области Шалкар Байбеков посетил ярмарку в Семее и остался недовольным ценами. Телеканал «Казахстан Семей» меняет свое название. С сегодняшнего дня канал называется «Семей». Студенты города проверили себя в боенно-прикладном спорте. В Семее прошло ежегодное открытое первенство на Кубок заслуженного мастера спорта Мурата Жексенбекова. Об этих и других событиях более подробно. Вопросы сотрудничества Казахстана и России, а также проблемы противодействия международному терроризму и экстремизму. Эти вопросы обсуждены в ходе встречи комитетов Можилиса парламента Республики Казахстан и Государственной Думы. Как было сказано, на сегодняшний день в Казахстане работает более 13 тысяч крупных предприятий с долей российского капитала. Во многом это благодаря Евразийскому экономическому союзу. Также говорилось о новом таможенном кодексе Евразийского экономического сотрудничества, который заработает уже с 1 января следующего года. Помимо этого, заместитель председателя Комитета Государственной Думы Федерального собрания Российской Федерации по делам СНГ, Евразийской интеграции и связям с отечественниками, Виктор Водоладский рассказал о позиции России по ситуации на казахстанско-кыргызстанской границе. Россия поддерживает позицию и Казахстана, и других участников данного процесса, что между нами должно быть честные, прозрачные партнерские отношения. Только от этого мы с вами выиграем, только от этого наш союз будет динамично развиваться и уходить в приоритетные экономики стран не только участников данного процесса, но и страны и Шанхайского союза, но и БРИКС. К новостям региона. Цены на ряд продуктов питания не соответствуют ожиданиям потребителей. Стоимость сельхозпродуктов местных аграриев по итогам осеннего урожая должна быть значительно ниже. Об этом сказал заместитель Акима области Шалхар Байбеков, посетивший вместе с Акимом Семей Ермаком Салимовым. Очередную сельскохозяйственную ярмарку в торгово-логистическом центре «Северный». На очередной сельскохозяйственной ярмарке на территории торгово-логистического центра «Северный» свою продукцию представили крестьянские и фермерские хозяйства «Семейского региона». По информации Акима Знаменского сельского округа, в проводимой ярмарочной торговле, помимо крестьянских хозяйств, свои товары реализует и созданный недавно сельхоз-кооператив. Мы каждую неделю привозим и продаем населению мясную продукцию. Вообще наш округ животноводческого направления. У нас люди занимаются разведением скота. Поэтому у наших крестьян достаточно мясной продукции для горожан. Всего в ярмарке участвовали 12 сельских округов. Они предложили вниманию горожан полторы тонны конины, более одной тонны говядины и 1200 килограмм баранины. Также крестьянские хозяйства региона привезли на ярмарку около 4 тонн овощей. Цены, как заявляют организаторы, ниже рыночных. Однако, по отзывам семичан, реальная стоимость продукции не слишком отличается от цены на базаре. Мясо дорогое, не могу сказать, что оно по доступным ценам, несмотря на то, что его много мяса дорогое. С целью проверить соблюдение ценовой политики, ярмарку посетил заместитель Акима Восточно-Казахстанской области Шалкар Байбеков, который, пройдя по торговым рядам, лично убедился в стоимости сельхозтоваров. Обратив внимание на высокую цену картофеля – 100 тенге за килограмм, он подчеркнул, что с началом работы стабилизационного фонда стоимость овощей будет снижаться. В первую очередь картошка, потому что картошка резко выросла. Есть 19 видов социальных продуктов, которые входят в пакет. Из них выросла молочная продукция на сегодняшний, на Востоке, и на яйцо – картошка. 30-го мы штаб проведем, с 1 по 5 откроем этот софт фонд. Возможно, мы сейчас цену на картошку снизим, в первую очередь на картошку, потому что рост идет на картошку. Ознакомившись с деятельностью торгово-логистического центра, зам Акима области дал положительную оценку его работе. Вместе с тем он поручил проводить постоянный мониторинг цен на ярмарочной торговле. Сама Цикенов Ернур Калелов, Семей Теляр Насы. Продолжаем выпуск. Телеканал «Казахстан. Семей» меняет свое название. С сегодняшнего дня он будет называться «Семей». Переименование проводится в связи с переходом казахского языка на латиницу, а также в рамках ребрендинга национального канала «Казахстан». Отметим, что в целом новый сезон на телеканале нашего города начался с многих изменений. Телеканал «Казахстан. Семей» «Родина великих людей казахского народа», присвоение этого имени и телеканалу весьма закономерно считают ученые. Название телеканала на латинском «Семей» для нас очень близко. Надеемся, что телеканал будет и дальше знакомить нас с разными изменениями, рассказывать о жизни города и его жителях. Я считаю, что решение переименовать канал на «Семей» определяет цели и задачи нашего региона. Телеканал вещает 14 часов в сутки. Доля информационных выпусков новостей составляет 15 часов в неделю. Кроме этого, телеканал «Семей» транслирует художественные документальные фильмы в разных жанрах, детские передачи, различные программы и телесериалы. Каждый проект отличается индивидуальностью, актуальностью освещаемых тем. Успех каждой передачи – результат слаженной работы всего коллектива. Очередной телевизионный сезон телеканала начался с обновления студий двух основных программ – «Хайрлы Тан» и информационных выпусков новостей. Мы планируем в дальнейшем, также в следующем году провести значительные работы именно по декорациям, по студийным, подготовить несколько студий и запустить новые проекты. Все это будет делаться в рамках улучшения качества работы, в рамках повышения эффективности работы наших сотрудников и повышения контента, производимого в нашем телеканале. В новом сезоне телезрителям были представлены новые проекты – интеллектуальная программа «Санамин Сапа» и ток-шоу «Юниверсити», а также «Азбука закона» и «План нации 100 конкретных шагов». Хороший канал, конечно, там все мы можем узнать. Желаем процветания, развития, чтобы все было хорошо. Хорошие новости, хорошие фильмы. Канал держит жителей в курсе происходящих в городе событий. В принципе, канал очень нравится. Я желаю вам удачи, процветания. Оставайтесь также лидерами на нашем телевидении. Обновление на телеканале, надеется руководство, подчеркнет лучшие национальные традиции и стремление к новым международным стандартам. Саулеба Галиева, Дарын Сагитов, Ернур Калелов. Семей Арнасе. К другим темам. В Семее прошел 18-й международный фестиваль конкурс татарского искусства «Иртыш-Моннаре». В рамках культурного мероприятия в Музее имени семьи Невзоровых прошла выставка декоративно-прикладного искусства. А в Театре имени Абая состоялись конкурсные выступления участников и итоговый галоконцерт. В этом году фестиваль был посвящен 25-летнему юбилею Татарской школы искусств. В рамках мероприятия, которое проходило в нашем городе в течение трех дней, состоялась выставка декоративно-прикладного искусства. Перед открытием экспозиции прошло награждение победителей, во время которого было отмечено, что за весь период деятельности Татарская школа искусств добилась значительных успехов в музыкальном и художественном образовании детей. Как говорят организаторы, в этом году в выставке представлено большое количество работ в самых разных жанрах прикладного искусства. На выставке представлено очень много экспонатов. К примеру, Виктория Султанова представила 28 работ. Еще 5-6 человек принесли по 10 своих изделий. Здесь в экспозиции участвуют мастера прикладного искусства из Павлодара, Экибастуза, поселка Шульбинск, городов Астана, Тюмень, а также мастера из нашего семьи. Надо сказать, что международный фестиваль татарского искусства Иртыш-Моннары известен далеко за пределами семейского региона. Об этом свидетельствует солидный состав музыкантов и певцов из разных городов Казахстана, Татарстана и России. Приветствуя гостей и участников фестиваля, Аким Семей, Ермак Салимов отметил, что сегодня представители татарского этноса вместе с представителями других наций вносят свой вклад в социально-экономическое развитие региона. Здесь у нас в мире и другое проживает более чем космос национальностей, которые, безусловно, вносят свой посильный вклад в вопросы межнационального согласия. И могу отметить особенно, что татарская общественная организация и в частности школа искусств играет очень большую роль в развитии искусства. Во время фестиваля на сцене выступили творческие коллективы, в исполнении которых прозвучали популярные в народе татарские произведения. Конечно, главными героями мероприятия стали воспитанники татарской школы искусств, которые под бурные аплодисменты показали зрителям инструментальные, вокальные и хореографические номера. Как отметил в своем приветственном слове полномочный представитель Татарстана в нашей стране Рустем Валиулов, за 25 лет своей деятельности татарская школа искусств воспитала целую плеяду талантливых детей. Многие из них сегодня стали известными артистами, навсегда связав свою судьбу со сценой. За эти 25 лет многое произошло в нашей жизни, многое что изменилось. Наверное, те дети, те ученики, которые пришли 25 лет назад, они уже сейчас сами являются преподавателями, учителями, и традиции, которые в них заложил в губернаторе ученики, они передают следующему коленю. 18-й международный фестиваль татарского искусства закончился грандиозным галоконцертом и награждением лауреатов специальными дипломами и памятными подарками. Сама Цикенов, Ернур Калелов, семей телеорносы. О новостях спорта. В семье прошло ежегодное открытое первенство на Кубок заслуженного мастера спорта, 19-ти кратного чемпиона СССР по хоккею на траве Мурата Жексенбекова. В ходе патриотического мероприятия 14 команд из разных колледжей города состязались в пяти видах военно-прикладного спорта. Мурат Жексенбеков является одним из выдающихся хоккеистов в истории казахстанского спорта. За свою карьеру он 19 раз становился чемпионом Советского Союза по хоккею на траве и двухкратным обладателем Кубка европейских чемпионов. По словам организаторов мероприятия, достижения Мурата Жексенбекова заслуживают того, чтобы о них помнило подрастающее поколение. Он был патриотом своей родины, играл все время, был несменным капитаном алматинского «Динамо», и вот в честь его мы проводим эти соревнования. Так как у нас сейчас стало большое деляться внимание нашего правительства патриотическому воспитанию молодежи, и вот в честь его мы эти соревнования проводим. В соревнованиях приняло участие 14 команд колледжей города. В ходе состязания они продемонстрировали свою силу и ловкость в пяти видах спорта. Отличная подготовка ребят была особенно заметна в военно-спортивной эстафете при отжимании на руках, подтягивании на перекладине и поднятии гирь. Рад участвовать в таких соревнованиях, которые помогают держать себя в форме и вообще быть готовым к будущему, к армии. Я первый раз в этих соревнованиях выступаю, посвященный милатом Джексенбековым. Знаю, что он был хорошим спортсменом. По итогам военно-прикладного многоборья победители и призеры были награждены кубками, медалями и грамотами соответствующих степеней. Сама Цикенов, Ернур Калелов, Семей Телеарнасет. Таковы были новости к этому часу. Впереди вас ждет прогноз погоды, а мы с вами прощаемся. Всего доброго, до новых встреч. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова